А перед началом этого видео я хочу поблагодарить наших спонсоров, а особенно великих спонсоров, а именно Егор Медынский, Берсерк, Бикой, Кэмп33Рус, Никросуан, Александр Пестряков, Остер Эйхбол, Версаль Эр и Райнер Саркоза фон Рихтер. Если вы хотите помочь каналу материально, а также получить крутые бонусы, то можете оформить спонсорку по ссылке и кнопке в описании. Также у нас появился закрытый сервер в Дискорде, который доступен только спонсорам. Если у вас есть спонсорка, то обязательно туда заходите, а то еще многие спонсоры так и не зашли к нам туда. Ну что ж, мы продолжаем. Всем привет, с вами, как всегда, Эмбуро, продолжаем мы нашу кампанию за Италию в Total Tank Simulator. И вот сейчас у нас битва будет в Тобруке. Значит, тут можно прикинуть то, что у противника есть танки и упор большой идет еще и на самолеты. Поэтому, как я и сказал в прошлой серии, мы сейчас будем прокачивать, заполучили, кстати, тысячу очков исследований, прокачивать будем воздух. Меня интересуют именно вот зенитки. Раз у противника там авиация, у нас есть такие разведанные, то нужны зенитки. Есть зенитные пушки, а есть просто зенитное орудие. А мне нужно такое, чтобы оно было скорострельное, потому что, когда они пускают снаряд, они очень часто не попадают. Даже там радиус взрыва большой, вот, я смотрю, он не очень хорошо попадает. Лучше, когда он как пулемет стреляет. Давайте зенитку эту откроем. Такая маленькая, кстати, по ней сложно будет попасть. Можно по урону прикинуть, здесь 600 выстрелов в минуту, 15 урон, перезарядка 0. Здесь 15 выстрелов в минуту, урон 50. А, ну это получается у нас, да, пушка, которая стреляет именно снарядами. Дальше идет у нас ЗСУ, подвижная. Но я не очень долюблю его из зенитки подвижной, потому что, как показывает практика, они нередко просто бегут, сломя голову в атаку на наземные цели. Вот. Ну, это тоже, как бы, эффективно, но мне как-то больше нравятся наземные вот эти вот. Они занимают свои позиции, стоят, и все. А дальше, мне нужно выйти еще в противотанковой пушке, потому что у нас есть эти вот танки, которые очень похожи на ПТшки, но у них урон просто мизерный. Я не знаю, они бесполезны максимально. Стоят, конечно, копейки, тут спасибо, но 30-точку, 30 выстрелов в минуту, серьезно. Тут средние танки у нас уже фигачат, 70 за 30, и плюс они подвижные, но стоят, конечно, да, мама не горюй. Поэтому выходим сюда, противотанковая. Стоит, конечно, 600, но зато урон 200, и 10 выстрелов в минуту, офигенная тема. Есть еще, правда, вот это вот ПТ-орудие, оно, кстати, так и называется. То есть это называется 65-мм Л-17, а это ПТ-орудие, это не придумали. Называем по классу просто, вот так вот. А, разница, кстати, между ними абсолютно никакой нет. Я посмотрел сейчас по урону, по перезарядке, по выстрелам, все абсолютно одинаково. Я не знаю смысл в этой пушке тогда. Цена одинаковая даже размещения. К чему это в платном DLC вот такое? Я не знаю, я все проверил, все обновил, и вот такое у меня. Ладно, прощаем пока это разработчикам. Но это нужно исправлять, потому что не дело, на самом деле. За другие стороны как-то такого я не наблюдал совсем, а тут такое бывает. 900 мне еще осталось. Я думаю, стоит прокачать истребители, но опять же, я тоже между ними особо разницы не увидел. 674, дальше. Улучшенный истребитель. 674. В чем смысл? В броне? Она тут почти не повышается. А, стоимость, конечно, на пятерочку выше. Ну, конечно, это лучше тогда. Но сотку трать. Так, значит. А вот тактический бомбардировщик, это уже что-то с чем-то. У него пулемет, конечно, минус один. Да, это больше пулеметов. Но зато у этого урон 200-600 выстрелов в минуту. Здесь урон 900 на 20 выстрелов в минуту. То есть этот прям, ну, бомбами пулеметит что ли? Я не знаю, стоит ли его прокачивать. Ну, вроде как эта вещь интересная. На самом деле, но она такая большая, по не попасть зениткам. А, она меньше. Она даже меньше, чем этот пикировщик. Так, ну давай прокачаем. Меньше же ведь, да? Ну да, если так прикинуть. Относительно, правда, чего измерять? Ну ладно, вроде меньше, да. Короче, посмотрим, как он себя покажет, это бомбардировщик. Дальше. Я, пожалуй, выйду еще в улучшенные средние танки. Потому что здесь плюс один пулемет прибавляется. И также эти танки чуть пополотнее становятся. Поэтому это нам все-таки надо. Выйти дальше в танки мы не можем. Потому что это уже второй акт. И это мы будем сражаться, я так понимаю, там в Сицилии, насколько я знаю. То есть уже не в Африке. Может, все-таки изучить это ПТР. А, 200, не ладно. Его придется изучить, чтобы выйти потом сюда. Вот эти вот ПТшки, это уже интересные моменты. Я сейчас думаю, мне... А, у меня 400 очков. Выйти в пехоту. Вот АТРки интересная тоже вещь. Потому что у нас ПТшки, ну, они не мобильные. А пехота ТР, она очень мобильная. И урон хорошо входит от нее в вражеские танки, на самом деле. Но есть еще варик. Это реактивная артиллерия. Есть артиллерийский танк, но он имеет похожий урон, чем вот этот. 308 выстрелов в минуту. Ну, здесь 10 выстрелов, 180. Да, он тебе подвижный. Но, знаете, это не такой большой плюс. Если ты в нем сидишь, тогда да, это офигенно. Но когда БОД в нем сидит, он такую фигню делает. Поэтому нет, мы наигрались уже. У Польши вообще там артиллерийский танк, это уникальная техника. Но там у нее хоть куча других способностей есть. В реактивную артиллерию, пожалуй, выйду. Полезная эта штука. Особенно потом можно сюда выйти. И, конечно, желательно еще через дымовую просочиться в зажигательную. Вот эту пехоту гасить только так можно. И потом кассетную. Этим уже можно все что угодно гасить. Ладно, давайте пехотку все-таки изучу. А, тюты. Мне не хватает немножко. Может быть, СМГшки? Они стоят 15. Ну да, давайте, пожалуй, СМГшки возьму. Думаете, самое нормальное будет. Вместо будем их стрелков использовать. Они всего лишь на 5 дороже стоят. Снайперы сильно дорогие. Ну, конечно, они офигенные. Ну, опять же, по цене. Поставил там парочку штук. Это уже как танк выходит. Поэтому все. Не все. Офицера купить. Мне тут пригляделся Балди. Барберини. Ох, какой. Дает нам плюс 10 к урону. Снижение урона по нам минус 20. И выстрел в минуту скорость плюс 10%. Берем. Закасарева, правда. Вот. Все, и поехали на следующую миссию. Тут волны, кстати, будут. О, это будет интересно. Одно в связи с тем, что здесь волны. То есть, постепенно будут противники к нам приходить с разных сторон. Тут нельзя сказать конкретно, что нас ожидает. Можно посмотреть только первую волну. И мы видим... Самолеты только? Подожди. Фильтр. А, нет. Не только самолеты. Это вот еще запрятались здесь. Говорю, блин, не видно их реально. А если еще отключить обводку вот эту, то ты их вообще фиг заметишь на самом деле. Не, реально не видно. Если их не найти сначала. Потом уже, конечно, не потеряешь. Так. Улучшены легкие танки. Первая волна плюс авиация. Это, кстати, все, надеюсь? Тут больше ничего нет. Ё-моё. Вы прям со всех сторон? Блин, предыдущики в наших компаниях. Они сначала с одной стороны нападали, потом с другой, потом с другой. А здесь со всех, что ли? Вот с другой стороны, это у нас артиллерийские танки. Ё-моё. Этим будет нужно заняться уже наша артиллерия. Единственное, что здесь, конечно, неудобно, это то, что мы будем находиться в скалах. Конечно, плюс то, что по нам будет сложно попасть. Но мы отстреляться тоже не очень эффективно сможем, на самом-то деле. Ну ладно, сейчас я что-то придумаю здесь. Итак, что я сейчас сделал? Я поставил сейчас артиллерию здесь, справа. Правда, артиллерию я ставил, направляя её вот сюда вот. А она разворачивается. И потом ей обратно придется разворачиваться, потому что я ей прикажу атаковать вот эту вот артиллерию. Её нужно будет стереть максимально быстро. На неё я поставлю эту артиллерию, вот эту артиллерию и вот этот бомбардировщик. Они будут должны быстро с этим разобраться, потому что именно она может покоцать нашу пехоту. Здесь, кстати, ещё стоит у нас офицер этот самый, который даёт бонусы. Здесь стоят танки, которые, надеюсь, не будут коцаны этими артиллеристами. Здесь противотанковые пушки, которые, скорее всего, примут первый удар именно на себя, что, в принципе, им нужно мне увидеть. Ещё, может, что-то там да подорвут. И активная артиллерия будет настреливать в первую очередь по ним, вот. Потом танки, надеюсь, подключатся или сразу будут стрелять. Посмотрим, короче. Здесь ещё три танка стоят, потому что волны ещё будут. Не, поставлю я пока, пусть они будут обороняться. А потом, наверное, пехота стоила в здание поставить. Но я думаю, то, что может сюда прилететь бомбочка и разорвать всё к чертям. А тут они как-то более-менее скрыты, что ли. Хотя их, наверное, нужно было вещи сюда поставить. Ну ладно, я уже ничего переставлять не буду. Также стоит бомбардировщик тактически у нас здесь. Тоже будет заниматься танками. Тут я поставил всего лишь три истребителя против трёх истребителей. Ах, это пикировщики! Ё-моё, я думал, это истребители, а это пикировщики! Короче, по зениткам. Здесь зенитка. Зенитка стоит у нас также вот тут. Тут, кстати, зенитка так красиво встала. Вон, прям в песке заныкалась. А вот, надеюсь, это ей мешать сама не будет. Зенитка также здесь и здесь. Наверное, стоило больше поставить. Но я рассчитан на то, что их как бы перехватят очень быстро наши истребители. Плюс будет зениткой настреливать неплохо. И они ничего здесь не подорвут. Потому что это реально опасно. Я очень плотно всё так поставил. Здесь позиция очень маленькая у нас. Ладно, вроде как всё. Давайте. А я могу давать планы? А, я не могу давать планы. Вон оно что. Всё-таки в этом режиме нельзя планы давать. Но, надеюсь, вы тут допрёте что делать. Оп, партия стреляет. Отлично. Здесь подбили у нас. Вот за всем. Не успеваю я следить, просто подбили. Причём у нас... О, противотанковые даже целые. Ничего себе. Вот новые у нас самолёты прилетели у противников. Танки теперь идут с этой стороны. Ух ты, средние танки. А у меня тут зенитки. Зенитка, стреляй по танкам теперь уже. Давай, давай, давай. Фигать по... А, ну ладно. Эту зенитку сейчас покоцают. Блин, я ж не знал, какие здесь волны потом будут. Артиллерия, зажигательная здесь у противника стоит. Вот, блин. Танки теперь разворачиваются, бегут сюда. А наши челики решили занять эти вот здания. Павиации чё? Истребители живы? Пока один нет. Вот второй истребитель. А бомбардировщик, я-то понимаю, всё сбиты. Так, зажигательную арту мы сейчас здесь убираем. Я надеюсь, танк, танк, пожалуйста. Ты горишь, я понимаю, ну выстрелись сюда. Так, есть ещё, конечно, бронеавтомобили у них. Но мы, в принципе, справляемся. А танки наши подъехали и разобрались. Так, истребитель, молодец. Жалко, бомбардировщика быстро сняли. Не успеваю всё это дело комментировать, поэтому стараюсь так отдалять камеру, чтобы вы могли сами увидеть некоторые здесь моменты, которые могу я не заметить или не успеть просто проговорить. У противников улучшенные пикировщики на нас налетели. Вот это, кстати, уже проблемка. И куча лёгких танков. А наши танки к такому готовы просто. Челик, ты куда бежишь? Куда ты прёшь? Неплохо, конечно, но... Так, танк наш здесь подбили, потому что у них сейчас здесь есть новая артиллерия. Одну подбили, кстати, вторую тоже подбили. Неплохо. Но нам здесь очень плохо сейчас, на самом-то деле. Вроде бы как. Хотя у них так здоровье быстро падает, что, может быть, мы сейчас и отыграемся. Ребят, тут вас в сторону мучают. Держитесь, пожалуйста. Наш самолет, у него топливо уже заканчивается. Скоро это сядет. Танки, конечно, вражеские чинятся сейчас. А это и зенитка. А, она отстреливает вражеские самолеты. А они-то ещё целы. Нет, остался один всего лишь. А этот самолет, это наш самолет. Блин, это всё, что осталось, серьёзно. Давай-ка сейчас за кого-нибудь сядем, будем играть тогда. Снайпер. Не, мне снайпер не нравится, мне нужен тот с СМГшкой. Что, реально? Все снайпера здесь? А, вот это вроде СМГшкой. А, это офицер, ё-моё. Это офицер. Ну, давай, может быть, тобой хоть я гранату-то покидаю. Ну, сейчас смотрю, здесь очень много танков, противников. Опа. Ещё. А, у меня только есть... А, нормально. На, ещё гранату. Ах, ты чинишься? Подорвись. Ещё. Воу-воу-воу-воу. А, птичка мне не надо, я здоровый. Так, танк, сюда, на, на. На, подорвали, отлично. Капец, я офицер, кто-то самый настоящий. Слушай, а неплохо? Подожди. Я-то на карте вижу, что дети, что-то есть ещё. А что есть? Самолеты? Да нет. А, во-воу-то-то да. Есть. Так, у меня что-то сейчас прилетело. Я надеюсь, там это была не артиллерия. Кто тут? А, здрасте. Ой, ну я с пистолета очень плохо стреляю. Поэтому, ох, и урона сколько, ё-моё. Ну там наши, я смотрю, справляются вроде бы как. Не с пистолета я не умею здесь стрелять. Он максимально неудобный. Тут никого нету? Ой, кто это там? Там кто-то бегает, правда. Слушайте, так он последний-то остался. Может, его сейчас затыкают нафиг, а? Пошлите, я его сейчас с саблей. Я ещё кулаком нафиг затыкаю. Ты где там, а? Он где-то здесь сидит. Он где-то тут. Опа! Иди сюда, гадина! Нет-нет-нет! Здорово, Олег! Ставлю аптечку! Перезряжайся. На! На! Сдохни! Фу! Не, ну здесь мне должны дать точно полковника. Офигеть! Это было очень близко. Блин, у нас очень часто, знаете, такие битвы происходят, что ну вот тут просто тютелька в тютельку мы тащим. Тут уже, знаете, ну, да, как и раньше, да? Ну всё равно, если бы мы сейчас проиграли, это было бы максимально фигово. У нас были бы, конечно, ещё деньги, но мы потеряли бы офицера и, считайте, тысячу ещё дополнительно отдали за проигрышную миссию. Потом было бы просто тяжело очень. Так-то у нас сейчас есть, наверное, примерно два захода сюда вот. Если мы один раз проиграем здесь в финале, можем ещё раз попробовать. Если бы мы тогда проиграли, мы бы уже ещё раз не попробовали. А самое главное, затащить здесь. Это всё фигня. Хотя нет, если мы здесь проиграли, это всё-таки оборона. Нас бы сразу перекинулось сюда. Тут бы попытки ещё одной не было, мы же не нападаем. Поэтому здесь была попытка только. Короче, ладно, сейчас прокачаем что-нибудь ещё и посмотрим, что делать дальше. Ну тут у них авиация, артиллерия и здание. Что же тогда мне-то прокачивать? Может быть, АТРки? Они здание неплохо дамажат. Офицер жив? Пожиев. Ну, конечно, мы же им играли. Но так можно сохранить офицеров, саму за них играть. Только это не всегда заканчивается хорошо. Так, на самом деле, танки мы все открыли. Воздух готов. Зенитную пушку брать не хочу пока что. Но у меня 1100 очков. Тут, в принципе, можно разгуляться, взять АТРки. Эм, дымовую смысла брать нет. Смысл-то брать ПТ-ороды. Артиллерийский танк тоже. Он стоит на 450. Вот этот 400 стоит. И она даже лучше, на самом деле. Ну пусть да, она не мобильная, но такое. Ну давайте улучшенный истребитель тоже возьмём. Он стоит всего лишь на пятёрку дороже, а брони больше. Дальше жить там будет. Может у неё топлива даже больше, не знаю. Тут это вроде не написано нигде. Ну давайте возьмём ещё ремонтную машинку. Пусть чтобы наши танки чинили. Ну и давайте, может, тогда в зенитную пушку, что ли. Так, чисто для диверсификации можно и то, и другое поставить. Думаю, будет нормально. Броня автомобиля я особо-то и не использую. Она мне, думаю, и не надо. Хотя 50 стоит такой дешёвый. Было бы неплохо, конечно. Ну давайте, сейчас возьму зенитную пушку. Прокачаю этот автомобиль. Всё остальное пока брать. Да хотя нам придётся всё равно это брать. Поэтому можно взять дымовую. Этой брать не хочу. Так, конечно здесь есть, это по 200. Танк камикадзе есть. 80. Давайте танк камикадзе возьмём, кстати. Вот эти вот уникальные техники так и не использовал никогда. Ни огнемёдный, ни танк камикадзе, ни пиратский танк. Пиратский танк он может вообще лосо кидать. Или там что-то, какую-то цепь в танк вражеский. Ждёт некоторое время и потом просто ворует этот танк вражеский. Это круто. Ну 240 отдавать. Не очень выгодно. Если там он вот сворует какой-нибудь вот этот огрызок за 40. Ну такое себе, понимаете ли. Но если там махину какую-нибудь, это классно. Поэтому это нужно с умом, конечно, использовать. Но я ни разу не использовал, поэтому с умом не получится. Так, можно офицера ещё одного какой-нибудь взять. Ну давайте возьмём вот такого вот. А, подожди. Ну не, в принципе нормально, за 1000 берём. Можно, конечно, там... А, и взять можно машинки. Можно было, да, смотрите, что сделать на самом деле. Я тупанул, конечно, взял фигню. Можно было взять офицерский танк за 250. Потом даже выйти вот сюда вот можно. Это танки очень хорошие. И тем более их размещать бесплатно. Я чё-то тупанул, вышел сюда, а ты... Чёрт, я забыл про этих офицеров. Так вот вспоминай последнюю очередь. Вкладка-то здесь, и про их технику тоже забыл. Ладно, давайте мы вот тебе машинку купим, а этот пусть пешком бегает. Всё. Так, в следующем акте надо не забыть. Офицерские танки, хоть их нельзя много поставить, потому что это ограничивается твоим количеством офицеров, зато они ставятся бесплатно. Не, конечно, ты здесь платишь за офицера, и тут за танк. Но там, там это бесплатно. Вот. Что, кстати, очень даже удобно. Ну ладно, поехали. Там нам дадут 1600 очков после этой миссии. Мы, в принципе, разгуляемся неплохо. И по офицерским танкам, и по другим тоже. Так, а чё у нас тут есть? Мы... Ооо, мы тут делать можем танки, использовать этот завод. У нас есть тяжёлый танк. Вау, первый наш тяжёлый танк. Бесплатно причём. Есть средний танк. И, что это? Командная машинка. Ооо, тебе можно поставить вторую командную машинку, которую мы только что купили. Для компании просто. У противника 9565, у нас 7500. Денег. А, они, кстати, ещё и авиацию могут делать. Получается, делаем танки, и они делают авиацию. Ммм, как интересно получилось. Давайте будем делать такие танки. Улучшенные средние, да? Всё. Отлично. Чё у них здесь по технике? Давайте посмотрим. Улучшенные средние танки. Улучшенные ИТ-шки. Лёгкие танки здесь. Тут ствольные арты куча просто. Зенитки тоже имеются. Зенитки также есть ещё и здесь. А дымовая арта тоже есть. Блин, набор хороший у них, конечно. Улучшенные истребители. И транспортный, мать его, самолёт. Сейчас я даже не знаю, на что стоит концентрироваться. Если мы снимем это дело, то отличаемся. Не сможем снять зенитки, нашу авиацию потрепают. Если не снимем сразу ствольную арту, нашу арту потрепают. Если не займёмся зданием вот этим, которое производит самолёты, мы не сможем тогда нормально справиться с авиацией противника, потому что этот завод, он будет спамить самолётами. А если мы не займёмся этими танками, то они просто на нас наедут. И всем остальным мы тоже уже не займёмся. Вот интересная ситуация, конечно. Чувствую, будет здесь полная каша. Так. Ну, главное вот этим дать приказ сидеть на месте и не рыпаться вообще. Ладно, сейчас здесь всё это я расставлю и к вам вернусь. Ну, надеюсь, затащим. Миссия всё-таки тяжёленькая, я смотрю. Итак, смотрите, чё я сейчас здесь наделал. Четыре истребителя, один. Тактический бомбардировщик, надеюсь, его максимально быстро не снимут. Здесь две зенитки, именно орудие. Так, это своль на того, это ещё одна зенитка. И зенитная пушка. Вот это вот арта, вот это всё тоже арта. Здесь я поставил ещё зенитку, потому что чувство будет сюда вот летать неплохо так, нужно ловить уже их на этом углу. Здесь поставил я два противотанковых орудия. И, в принципе, здесь ещё танки, плюс командную машинку, плюс ремонтную машинку. Как-то вот так, больше ни на что мне денег не хватило. Хотя, подожди-ка. Что это у нас здесь? Один стрелок, который будет добавлен как сводч среди чужих к этим вот АТРкам. Тут ещё офицер стоит. Вот, и стрелок так чисто для прикрытия. Давайте по приказам посмотрим. Вот этим вот, ребятам, нужно защиту здесь стоять. Вообще, можно как-то на отступление тебя поставить, потому что ты сейчас... Ну, тебе сельюджи, ну, смотри, сколько здесь танков. Эти два орудия никак тебе не помогут, на самом деле. Так, ладно. Давайте-ка вот что-то с этим придумаем. Тоже защита? Тебе давай, защита. 90. Ремонтной машинке ничего дать нельзя, вот этому тоже ничего нельзя дать. А вот этому тоже защита 90. Жалко, что так мало, 90 секунд всего лишь, что можно не осилить. Что делать у нас бомбардировщиком? Боюсь то, что сюда он просто не долетит. Вообще никак. Я думаю, что стоит заняться конкретно пушками вот этими вот. Хотя, тут тоже есть зенитки, которые стоит снять. Ладно, давайте сюда его поставлю, но я на него расчет большой не делаю. Я, смотри, что дым. Пока он будет лететь сюда, чтобы наша арта поснимала зенитки вот эти вот. Ну и наш замалют снимут уже эти зенитки. Короче, жесть. Ладно, смотри, что делаем. Тогда я вставлю вот эти вот пушки артиллерийские прямиком вот сюда. Чтобы они заодно и вот этими зенитками тоже занялись. Дальше. Вот это пускай пушка занимается вот этой зениткой. Не, давай-ка наоборот. Вот это я занимаюсь. Ты занимаешься вот этой вот зениткой. А ты занимаешься вот этой вот, пожалуй, артиллерией. На танки я ничего не ставлю. Ну, с танками пускай как есть так будет. Защита. Давай-ка. Тоже 90 секунд. Потом, конечно, ты в бой поедешь до 100%. Что, конечно, не круто. Ну и в принципе-то все. Зенитки не дашь. Приказ. Ладно. Ну давайте. Поехали. Смотрим за бомбардировщиком этим. Здесь мы вцепили схватку. Пожалуйста, только давайте без десанта. Если десант выпустят, то будет фигово на самом деле. Ну и, конечно же, у нас сбили сразу же бомбардировщик. Я зачем их каждый раз использую? Я каждый раз вижу, что их сбивают. Бесполезная фигня. Танки поехали в бой. Их арта, конечно, отстреливает. Здесь зенитки обстреляны. Здесь зенитки, к сожалению, одна целая, другая пробита. Здесь здание покоцано. Но нас сейчас атакуют танки, что самое неприятное. Вот челики АТРки тоже неплохо. У них все-таки есть базука, и их вообще винтовка пробивает. Запросто противника танки. Ну, мы тащим неплохо. Здание, оно еще, конечно, целое, но небо чистое. О, как. Ну, конечно, у вас спаунятся самолеты, но мы справляемся. Танки неплохо поснимали. Так. Давайте, сейчас мы эту пехоту легко заберем. Нет, эта миссия какая-то оказалась легче, чем я думал. Как-то все наоборот. Серьезно. О, они транспортник заспаунили. Нет, это тактический мобардировщик. Ребят, надо вот с ним разобраться. У них авиация, кстати, сейчас реактивный истребитель. Ух ты, ни черта себе. А эта проблема есть. Что он очень быстрый, и за ним не могут гоняться обычные истребители. Это мы сбили. Могут только зенитные, именно пушки не справляются точно. Потому что у них снаряд долгий. А вот именно пулеметики такие зенитные справляются. И то, видите, фиг попадешь по нему. Ну, что с ним делать? Он просто сейчас будет ездить туда-сюда. Хоть здание сломали, он уже спавниться не будет. Тут мы, насколько знаем, еще у британцев есть супер такое оружие. Это радары, которые всю авиацию противника уничтожают моментально. Они просто ее сбивают, и она падает. Вот. Поэтому во втором акте, скорее всего, мы уже не сможем использовать свою авиацию. Вообще. Потому что радары нужно в первую очередь тогда устранять. Но наша авиация сразу летит в бой, и радары агрятся на эту авиацию, и конец настает. До того, как уничтожают эти радары. Поэтому это очень рисково так уходить в авиацию нам. Особенно представьте, как Америка. Америка заточена на самолеты. И каково это ей? Ну как эту, блин, сбить-то птицу-то эту? У нее гранатомет, один снаряд остался, и пулемет 276. Топливо 15%, сейчас он сядет. Да успокойся ты, гонщик-то. Садись на землю. 10%. Садись давай. У нас зенитки вон целые. Ох, ты вообще офигенно. Что-то танки целятся. О, гонщик. О, поехали. Ага, просто покатаемся, пока его там ловят. Уху. Скорость моей жизни, ба. Ну, конечно же, в Майнкрафт, но потом уже скорость, конечно, не надо. А, все, сбили его. Да, отлично. Ну да, как ты, посоединяйся, оказался самый легкий из всех. Тут, конечно, повезло очень сильно. Я легко справлюсь с танками, я не рассчитал, что это будет реально так легко. Думал, с ними будет проблема у нас. Сейчас, короче. Ой, согласен. Ну, да, бывает такое. Ну, надо, надо отступить, конечно. Хорошо. Мы отступаем. Мы, конечно, выиграли, но отступаем. Блестящая победа. Только мы отступаем. Ничего? Так, мы повышаемся до кого? Ой, как-то было проще со званиями Советского Союза. О, капитана, это я могу прочитать. Прима, капитана. Маги... Майор, майор, вот. Колонелло. Вау. А потом, прямо мы стали тенентами. Ладно, я не буду читать это. Это сейчас ударение там неправильно поставили. Поехали дальше. Вот здесь вот, что ты скажешь, чувак, на этот раз. Здрасте. Ха. Ха. И группа Дармата Африка саррендит аппеном Абсолютно. Так, можно здесь видеть, какие территории захватил рейх, а какие тут у остальных стран. Как же я жду, когда добавят здесь обновления, что можно карту отдалять. Вот просто я каждый раз вот из-за хуайки, из-за всех вот игр, стратежек глобальных в них крутится кружочек постоянно машинально. Неудобно. Тут, я понимаю, что все у нас заскриптовано, то, что здесь каждый акт, разные границы, и причем одни и те же на каждом акте. Вот, но все же хочется как-то карту, что ли, пощупать. Так, значит, что мы тут можем-то делать? Это оборона. Это опять оборона, ну, логично, они же высадились на нас. Получается, здесь мы сначала на Сицилии деремся, потом до Калабрии, Таранта, и у нас в Солерно финал будет. Ну, а я хотел в Риме подраться, но, что ж такое. Ладно, Мессина и Палермо нужно здесь будет нам выбрать, где будет первое задание наше проходить. Тут, в Мессине, танки, авиация, арта. Танков, кстати, много, упор хороший. Здесь танки, арта и здания. Авиации зато нету. Хм, я его, знаете, что-то чувствую где-то здесь. Вряд ли тут, но где-то здесь будут эти самые радары. Кто смотрел наше прохождение из-за советов, вы видели, насколько это жесткое оружие. Это реально очень боевое. Не сравнится с той же артой, допустим, у Польши. Вот эти вот радары, это жесть. Но давайте сейчас посмотрим, знаете, куда? Битва насмерть, а здесь уничтожить 2 АП. Я думаю, что лучше вот сюда вот направиться. Да. Давайте выйдем в дерево технологий. Вся офицера живая, отлично. Воздух. Мы можем взять транспортный самолет, который мне не нравится, не люблю им пользоваться. Есть у нас реактивный истребитель. Вот это уже дело другое. У него как раз есть гранатомет. Ну, пулеметов нету. Но то, что гранатомет, это круто. Скорость 560, а здесь 210. Разница. Так. Ну, стоишь ты 200. А, хотя у меня 1600, мы тебя точно возьмем. Потому что там будет авиация, это нужно. Зенитки подвижные брать я не буду. Не стоит переплаты такой. Дальше. Нужно нам выйти уже наконец-то в тяжелые танки. О, кстати, это еще такой улучшенный броняавтомобиль. А, это засекреченная техника. Вау. Вооружен небольшим морозем или пулеметом, эффективно против неподвижных единиц. Мы на втором акте уже вышли в нашу уникальную технику. 100% здесь все будет у британцев она. Хотя у них она открывается, там, не во втором акте точно. Там, третий, четвертый, как минимум. Значит, у тебя 1000 здоровья, 7000 брони. Ё-моё, как же ты бронированный. 60 км в час, ничего себе, скорость. Дальше. Тандор. Мощный электрический луч, который глушит приборы самолета, парализуя его на... А, так у нас тоже есть что-то типа радара. Вон оно что. Что у британцев есть такая фигня, которая вот эти вот тоже лучи электромагнитные пускает. Тем самым самолеты противника просто сбиваются. Но у них радары неподвижные. У нас же, получается, техника может передвигаться и делать примерно то же самое. Парализует его на несколько секунд. Но насчет парализации не знаю. Потому что британцы, когда делали вот это, наши самолеты сразу поп и об землю. Мне кажется, этого хватает несколько секунд, чтобы он упал. А это у нас что? Производят самоходные мины. Ой, еще и мины. Слушайте, я не могу пройти мимо, давайте его сразу возьмем. Не знаю, где он нам может конкретно пригодиться, в какой битве. И что от него можно ожидать? Ну, я так понимаю, он против авиации неплохо работает. Ведь он против неподвижных единиц. А, самолеты... Ну, имеется в виду, наверное, мины, да, мины. Так, сжигательная пока не надо. Давайте-ка выйдем в тяжелые танки. Ну и по цене, конечно, они в два с половиной раза дороже, чем улучшенные средние. Это, конечно, баловство прям. Ну, берем. Вот. А дальше у нас есть еще улучшенный тяжелый. Тигр 2. О! Ну, Тигр 2, это, конечно, уже элитно. Да? Не, ну это, конечно, нормально так. По пехоте можно, конечно, выйти сюда, вот в огнеметов, в хути, сюда, в блиндажи. Это полезная вещь, потому что в пустыне были открыты пространства, как в Сицилии не знают, скорее всего, горы будут. Ну, там должны быть горы. На карте, может, их и не будет просто. Как бы мне сильно не захотелось взять зажигательную арту, но мне нужно выйти в ИТ-шке. Потому что против танков противника нам мало что можно противопоставить. Давайте берем вот эту бесполезную штуку и выходим сюда. Так, у меня осталось здесь 50 очков. А я могу? Это 300 уже стоит. Но это было бы покруче, потому что у этого есть пулеметы. И когда к нему пехота подойдет, он сможет сказать, и ты что делаешь. А вот, а этот не скажет ей. Ничего. Вот, чертил. Да и броню этого больше. Ладно, ладно. Может, мы все-таки купим зажигательную, но я думал выйти в кассетную. Зажигательный, типа, тоже прикольно. Но он неплохо еще вместо нее играется и реактивная, поэтому. Такое, ладно. Куда мы можем сейчас выйти? Здесь 50 очков у меня. Ну, давайте. Кстати, штурмки, конечно, блин, классные. Давайте я возьму штурмовиков. Потому что у них есть прям офигенные наборы. Базуки и всякие. Что у вас? Базуки есть у вас? Пистолет. Во! Во! Видите? Ишка этим, конечно, не особо активно пользуется. Я, кстати, ни разу не видел, что она этим пользовалась. Но когда мы садимся в штурмовика, это офигенно. Ну, че? Давайте-ка мы сейчас начнем игру в Миссине. Я думаю, это будет попроще, чем эта миссия с Ван-42-2-Айпи. Да, давайте будем здесь. Заполучим очки. И тогда уже можно взять улучшенный тяжелый танк. Или же ИТ-шку улучшенную. Либо же и то, и другое. Во! Вот это другое дело. И сейчас, наверное, посмотрим уже, что из себя показывает наша засекреченная техника. Как разве с авиацией? Проверим, нормально она работает или не очень. Так. Гамма теперь у нас уже немного тусклее стала. Это как-никак не пустыня. И есть здесь леса. Че мне леса не нравится? То, что здесь неудобно работать с артиллерией. Если я поставлю ее сюда, вот она уткнется в это дерево и будет в него стрелять. И сама себя подрывать. Вот в пустыне мне поэтому больше нравится. А я люблю арту ставить неудобные позиции. И она будет сама себя обстреливать или вообще не попадать противнику. Как-то вот так. Ладно, давайте еще посмотрим, что у противника-то есть. А мы на стороне еще противника сидели. Вот. Надо так вот смотреть. Авиация. Реактивный истребитель. Истребитель или истребитель. Пикировщик. Пикировщик и пикировщик. Уничтожен. Улучшенный ракетный танк. Ракетный танк. Улучшенный ракетный танк. Посередине главный идет, да? Не улучшенный. Средние танки у них есть. Шерманы. Улучшенный артиллерийский танк. Что это у нас? Артиллерия. Зажигательная. Обычная ствольная. Нет, улучшенная, пардон. И тут улучшенная. И тут, вау, полегче. Зажигательная. А здесь? Два тяжелых танка. Неприятно. Здесь. Средние шерманы. Это что такое? Улучшенный артиллерийский танк. Тут что стоит? Улучшенный ракетный танк. Желательно, конечно, стереть вот это дело в первом ряду. Но если мы поставим в первый ряд свое что-то, самолет на них за агресс. У них, конечно, пикировщиков у них много. Короче, сейчас будем что-то думать. Да, я думаю, с самолетами нам поможет улучшенный броняавтомобиль. Но столько же ты, 1200. Денег это сколько? 8250, у них 10620. Нечестно. Ну я же на сложном игре, как-никак. Я сам этот путь выбрал. Итак, поглядите. Что я сюда поставил? По нашим самолетам. Три реактивных истребителя. Также я добавил сюда тактического бомбардировщика, который, скорее всего, будет заниматься вот этими шерманами. Здесь поставил два ИТ. Скорее всего, не комикадзе, на самом деле. Потому что на них сагрятся, скорее всего, вот эти вот реактивки. И, возможно, даже авиация. Но я надеюсь, что они все же покоцать их да успеют. Дальше. Здесь. Тоже ретяжка стоит, которая я хочу, чтобы сбила этот реактивный танк. Здесь у нас пехота. АТР-ки совместно с пехотинцами. Плюс офицер на ногах которой. Здесь у нас 5 тяжелых танков. Не стало я средний уже, по полной их сыграл. Командная машина стоит. Здесь три артиллерии. Броня автомобиль, вот этот самый, который вроде как должен агриться на вот эти вот самолеты. Но я сильно близко его ставить не хочу. Хотя, может, стоит поставить поближе его. Давайте я поставлю сюда вот. Но я все же ссыкую. Не-не, давайте я поставлю сюда вот. Эти самолеты реактивные, они все равно сюда вот долетят моментально. Поэтому не стоит так рисковать, конечно. Давайте по приказам. А, и зенитку я поставил вот сюда вот. И где-то здесь еще зенитка стоит. Или я только одну ставил? Не, походу, только одну ставил. Ну, в принципе, нам одна и нужна. Мне кажется, больше здесь и не надо. А то тут авиация противника не такая же, что я обширная. Чтоб так сильно на ней зацикливаться. Так, значит, бомбардировщик. Ну, а вот эти вот танки хотят тут. Смотрите, сколько артиллерии. Давайте на нее. Давайте на артиллерию. А уже танками займутся самолеты наши после того, как арту уничтожат. Потому что в первую очередь, конечно, нужно ее снять. У противников зенитки я так и не нашел, что плюс большой. Но все же нужно снять арту. Так, ты будешь заниматься вот этим вот. Ты давай вот этим. А эта артиллерия пускай поможет нашим ИТ-шкам с этими танками. Она с ними разберется, потом переключится уже дальше. Первую линию нужно стереть, на самом деле. Как можно быстрее. А вот эти вот танки. Я не знаю, что им сделать. Поставить атаку, чтобы они сразу атаковали. Либо же выйти в оборону. Мне кажется, мы будем проще в обороне находиться. У них осадных орудий как бы больше. Если они наши здесь все-таки поснимают пушки. То они в обороне будут лучше себя чувствовать. Но я все же поставлю в себя защиту. Давайте. Этим танкам тоже защиту. 90 секунд, думаю, хватит. Потом уже можно в атаку уйти. Ну можно, они в любом случае пойдут в атаку. Спустя эти 90 секунд. Пехота тоже. Давай, 90 секунд жди. И в принципе... Да, вот так мы и попрем. А, конечно, можно еще засекреченному нашему выдать. Куда атаковать. По самолету не могу дать. Серьезно? Или могу? Не могу, ну ладно. Пусть он сам допрет. А то что-то испорчу. Все, поехали. Так, тут состыковались. О, они даже стукнулись, видали? Ха, тут пицца. Так, бомбардировщик. Я надеюсь, я опять ошибку не сделал. Я не запустил эту бесполезную фигню. Не, она летит. Смотрите сюда, вот еще. О, его сбили. Ты хоть что-то здесь сделал? Нет, ты ничего не сделал. Да, я все понял. Это бесполезно. Я его больше ставить не буду. А это, кстати, у нас уже американцы, что я, кстати, и не заметил. А реально американцы, я даже не обратил внимания. Фух, надеюсь, все и дальше будут. Американцы, ну да, они, в принципе, должны быть до конца этого акта. Поэтому я радара и не увижу. Вот. Но против американцев мы еще не сражались, кстати. Вроде когда танки здесь идут в атаку. А вот, смотрите, он пускает вот эти вот свои электромагнитные импульсы. Ну, какой же ты бронированный, а? И он еще должен мины спавнить. Ну, по урону я бы не сказал, что ты прям его много вносишь. Ты зато он отвлекаешь на себя неплохо противников. Это да, это плюс, конечно. И мины ты спавнить будешь? Ты, вроде, там их должен спавнить, там же написано. Нейтральный. Из тебя челик вышел. Из него чел вышел и ушел. Я отдал тысячу с копейками за эту машинку. Из него просто вышел чувак. Ой, серьезно. Так, эти танки. Вы можете уже нападать. 90 секунд еще не прошло. Вы можете уже ходить. Нашу арту здесь поснимали. Осталась вот одна. Все. Поехали в атаку. 90 секунд прошло. Нет. У нас позиция лучше, но у них арта осталась жива. И, кстати, авиация. Авиация тоже у них осталась жива. Это большая проблемка. Нужно быстро с этими танками разобраться. Если мы с ними не справимся, то со всем остальным 100% мы тоже не справимся. Так, с этим и все. Нужно до этой машинки бежать. Как мы будем сейчас делать? АТР-ку сейчас я возьму, я сейчас просто побегу к той машинке. Так, ну противник проигрывает, это, конечно же, плюс. Это, конечно, плюс. И, кстати, здесь мы танки все-таки его разносим. Наши тяжелые оказались лучше, чем его. Нет, там вообще средние вроде бы были шерманы. Ну, давайте сядем сюда. Ну, там один танк мне вроде, смотрю, остался. А вот он, кстати. Блин, закрылся за нашим. А, все его убрали. Давайте сядем еще посмотрим. Блин, чувак реально вышел с нее. О, сели. И что ты можешь? Ой, такой яркий все, едкий. Вди-ди-ди-ди. Ничего себе, дни-ди-ди-ди. Ничего себе. О, ну еще. Ди-ди-ди-ди. Вау. О, там какое-то топливо заканчивается. Походу, у этих самых самолетов. Кстати, ты даже быстро. Ничего себе, как мы тут маневрены. Что ты еще можешь делать? А, ты спавнишь не мины. Ты спавнишь чуваков. Ох. Перезаряжается теперь. Он спавнит чуваков. Я почему-то подумал, что мины спавнят. Лол. Но это сильно было бы модально, потому что советы спавнят мины. Я вас, надеюсь, не утопил там, ребят. О, нормально. Точно нормально. Вообще да. Так, все. Сейчас мы туда вот летим. Только, подожди. Тут же противники. Они, походу, убегают к нам туда. Ладно, я смотрю по карте. Наши все побежали туда, к артере. А я побежал к этим вот двум. Это, походу, те пилоты самолетов. Ну, по-любому. Они же здесь высадились. Все, наши там сами справятся, так ведь? Да, они все туда побежали. О, здрасте. А, кстати, он сам по себе спавнит. То есть, здесь же сидит, так понимаю, второй чувак в машине. Да, и поэтому он сам спавнит. Я просто существую и спавню этих чуваков. Нет, это уже круто, это плюс. Так, ну, конечно, урона я, наверное, этой штукой много не нанесу, но... О, я своего десантника сбил. Ну, ладно. Так, тут уже ничего не осталось. Они здесь разбираются. Слушай, нет, теперь мне это понравилось. Раз он может спавнить чубриков, кстати, каких? А, это обычная самая дешевая пехота. Ну, в принципе, ладно. Если была бы дорогая пехота, это было бы сильные бомбы. Так, здесь мы разбираемся. Ох, а здесь ничего не видно. Оп. Вы где там? А, здесь сидишь? Ах, ты здесь сидишь. Ну, чё, покрутимся? Покрутимся, да? Вот, и... Хе-хе. Нет, теперь мне моя это понравилось. Машинка. Но. Единственный момент. Из него её вышел чувак. Или его там как-то подбили изнутри. Но, плюс в чём, что мне, оказывается, не нужно пересаживаться на вторую позицию, чтобы спавнить мужиков этих десантников. Они автоматически спавнятся. Вот в чём дело. Это ещё плюс один. Время не тратится. Ну чё, давайте пока мы на этом закончим. Продолжим уже в следующей серии. Спасибо всем большое за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Ставьте обязательно колокольчик. Включайте все уведомления, чтобы больше не пропускать новые видео. Оформляйте спонсорку на канал, чтобы получить крутой бонус. Например, возможность разговаривать на стримах. Или же доступ на наш закрытый сервер в Дискорде. Играем в мультиплярные партии на наших серверах в Дискорде. По ссылке в описании. Или же там просто мы общаемся. Ну что ж, с вами был Эмбра. Спасибо большое за просмотр. До встречи.